как стать духовным наставником для своей семьи и родственников вот в этом наверняка есть ответ в том что татьяна сейчас озвучила я пока прочитаю вашу реакцию и ваши дорогие телезрители вопросы и реплики которые вы нам написали на этот вопрос александр кокарев я так думаю правильные называю не надо никем становиться просто быть христианином и жить в духе божьем вот и весь ответ он также написанит значит кудрина екатерина честно говоря больше интересует как уверовавшим детям стать наставниками для своих неверующих родителей у меня такая ситуация была я должен был каким-то образом приводить своих родителей своего деда и всех остальных им там проповедовать и и конечно они так смотрели деточка что ты нам говоришь галина твои родственники глядя на тебя делают выводы что ты говоришь и как ты живешь надежда курченко оленина их надо просто любить а как проявлять эту любовь наставить дух святой при близких отношениях с ним совсем не сложно главное это отношение с богом остальное все при прилагается роман молиться как можно чаще быть вводимым духом святым вот и весь ответ я уже не говорю об обязательном изучении слова божьего валентина ободкова иисус сказал мне иисус сказал без меня не можете делать ничего если прибудете во мне и слова мои вас прибудут то чего не пожелаете просите и будет вам алла борисова наша вера и любовь должна проявляться наглядно в жизни в поступках когда они увидят у нас бога тогда слов много не понадобится мария надо за них молиться самим вникать в себя и в учения и в слово учиться у иисуса христа ибо он кроток смирен быть примером образцом для детей быть искренним естественным верить что ваши дети будут научены господом татьяна просто быть примером говорит то как сама живу главное не требовать от человека измениться меняться самой валентина а разве надо стремиться быть наставником такой вопрос рано всегда искать мудрости от бога всегда прошу мудрости как быть мудрой женой как быть мудрой мамой дочерью сестрой подругой райт мило жить по божьим заповедям подавая пример семье быть ходатаем перед богом за все за нее прощать любить во всем помогать проявлять заботу зоя кравченко это непросто надо вначале стать зрелым христианином алина кадышева скажите пожалуйста подростки а этот вопрос мы уже отвечали мы уже отвечали про подростков про их личные границы мы об этом говорили оксана меняться самой через общение с иисусом христом проводить время семьей делать с ними в простоте тем что бог открыл виктор степанов нужно наполняться сначала самому духовной мудростью жить примером для других только тогда можно как-то попытаться донести свою веру окружающим смирнов денис чаще собирайте своих родственников и благовествуйте вот такие вот мысли отреагируете все правильно но знаете я такой на один из активных противников и христианских лозунгов нет все что вы здесь сказали все правильно есть только фейсбуке я вижу александра пишет любить безусловно детей прощая принимая молиться о них все правильно еще раз говорю здесь ничего не было такого что у меня бы вызвал внутренний конфликт какой-то все что вы сказали она действительно так и есть проблема заключается в том что пока мы сами лично не столкнемся с неправильно с неправильным с нашей точки зрения поведением наших родственников наших детей наших внуков наших самых близких друзей мы не можем как бы кому-то что-то советовать но что каждая ситуация на отдельно знаете вот бог он идеальный программист он создал программу совершеннейшую совершеннейшего компьютера но он допустил одну очень важную деталь которую мы люди допустить не можем почему-то когда мы создаем программы вы принимание вы пишите вот если программисты нас смотрят вы пишите программу одна клон другой просто берешь и делаешь копипест 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 и получается много разных таких программ бог не создал биороботов он создал индивидуальность он создал отдельного человека и несмотря на то что у нас почти всех одинаковый генетический код вы не найдете двух одинаковых людей вообще на этой планете соответственно что мы не найдем двух одинаковых образов мышления мы не найдем двух одинаковых моделей поведения они есть схожие иисус избрал 12 учеников есть 12 архетипов в психологии и так далее но говорить что вот вот в данной конкретной ситуации вам поможет вот это вот это и вот это мы не можем здесь много кто писал о просить мудрости у бога молиться и просить действительно водительство духом со мной вот я считаю что это единственно верное поведение которое мы как христиане должны являть вот в момент когда мы хотим быть наставниками что ты таня скажешь по поводу вот это отвечая на этот вопрос который мы задали в самом начале как стать наставником для своих родственников для своей семьи ну и надо ли это и отреагировать люди уже на самое главное понимать что бог это это тот кто является автором семьи семья это его проект и прежде чем стать наставником семьи нужно оценить что это то что в твоей жизни самое главное самое важное это что бог поставил как бы в основу сотворение мира это семья и наставничество но она дается от богом она дается это дается авторитет и прежде всего нужно ну следить за собой вникать в себя вникать в учения и конечно нужно сохранять эти божьи все 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 божьи повеления которые господь нам сказал в семье и семье должна быть атмосфера атмосфера духа святого атмосфера божий господь будет строить эту семью и то что мы сами не можем сделать бог будет строить будет наполнять эту семью был ответ где иисус сказал что без меня ничего не можете делать до без если вообще брать семью как общину на как в советском жизни ячейка общества чехов на это это первая церковь церковь она не может быть не христоцентричной то есть она должна быть всегда христоцентрична если она не христоцентрична там нет иисуса на первом месте то я не знаю куда эта семья вообще может прийти она может прийти в любую ересь в любой в любое заблуждение поэтому везде вот как это в любой непонятной ситуации да что говорят иди спать нет ищи бога если ищешь бога в любой непонятной ситуации то когда будет как с блудным сыном ты вернешься к истокам и эти истоки наполнить тебя всем чем нужно для того чтобы все все у тебя возрастало так как нужно по божьему плану просто в семье мы такие какие есть мы действительно должны быть искренним если мы можем прийти в церкви и где-то себя вести так где-то то в семье люди нас видят такими какие мы есть и если мы искренне да если мы имеем отношение с богом если мы искренне соблюдаем слово божье мы искренне ищем его то наша семья она видит это и они уже по-любому тянутся значит не казаться быть с богом а быть с богом потому что вот у нас вчера была домашняя группа и одна у нас очень благословенная сестра ей сказал ей свидетельствовали люди такое впечатление что когда ты приходишь бог приходит сюда ну вот это я считаю одно из таких ярких свидетельств когда человек приходит являться светом этому миру мы должны являть бога и нигде не у кстати у иосифа не было собой удостоверение помазанного богом человека просто фармон посмотрел него сказал мы видим что с тобой бог вот к этому надо стремиться когда люди в на стороне от внешней до чтобы иметь доброе средство от внешних они увидят что с нами бог и тогда это будет и в семье и в садил и оси фото очень хороший пример наставничество если что